На уборку города в минувшую субботу вышли сотрудники муниципальных предприятий, органов исполнительной власти, представители бизнеса и учреждений, а также около 15 тысяч жителей. Общественные территории убирали 370 единиц техники и еще 180 единиц техники в ежедневном режиме работают на улицах города. Участие в субботнике, который проходил в парке молодежной и на аллее трудовой славы, приняли губернатор Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. Парк молодежный несколько раз становился победителем рейтингового голосования за преображение территории в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Здесь появилась новая входная группа. Детские площадки реконструировали озеро с фонтаном. Поэтому жители с большим трепетом поддерживают тут чистоту. Уверен, что людям добавляют энтузиазма те усилия, которые мы предпринимаем по обустройству городов, сел Самарской области. Тысячи дворовых территорий. Более полутора тысяч уже общественных пространств переведены в порядок в последние годы. Конечно, это стало возможно благодаря поддержке президента страны, запущенному федеральному проекту «Комфортная городская среда», которая работает в равной степени и в городах, и в селах. Но это не было бы возможно и без колоссальной общественной инициативы. Сегодня мы уже успели поработать в парке молодежным. Посмотрели, как парк молодежный пересимовал, какие необходимые работы в качестве гарантии сделать. Ну и, конечно, поработали на самой территории. Сейчас я пришла к общественной палате Самарской области. Здесь много студентов, много высших учебных заведений сегодня на аллее трудовой славы работ, что тоже не может не радовать. Уверена, что город мы к мастерским праздникам, конечно, почистим и приведем в порядок. 27 числа также объявлены субботником, поэтому приглашаю, кто еще не решился принять участие в благоустройстве, выходите 27-го, мы всех вас ждем. В парке молодежный убирали опавшую листву, очищали от граффити детскую площадку, убирались и на аллее трудовой славы, а также красили там скамейки. Сегодня мы с работы вышли все убираться на субботник, и мы подышали, и городу пользу принесли, собрали мусор. Теперь у нас чистый парк. Это наш город, это родной наш дом, охота жить в чистом городе. Не мусори сам, но и за собой, за другими убирай, получается так. Работается весело, особенно когда со своим коллективом, дружно все вместе. По словам городских властей, в этом году самарцы, как и всегда, продемонстрировали единство, хотя в первые дни месячника погода была неблагоприятной для уборки. Сотрудники предприятия и жители выходят на средники, субботники убирают город в будни. К удивлению, несмотря на то, что погода совершенно неблагоприятствует нам, месячник проходит достаточно интенсивно, и в том числе и по выходу людей на территорию города. На сегодняшний день в Самаре полностью приведены в порядок сквер Фадеева, парк молодежный, аллея трудовой славы, площадь Куйбышева, набережная. По предварительным подсчетам, с начала месячника по благоустройству на уборку города уже вышли около 270 тысяч человек. До конца апреля число участников может достигнуть 390 тысяч. Уборка города продолжается. На этой неделе городские службы благоустройства планируют начать высадку цветов. Виктория Шарая, Константин Головин, События.